Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы поговорим о переезде растений, а вернее о том, как правильно перевозить комнатные растения в зимнее время. Ни один интерьер не обходится бескомнатных растений, которые являются для него не только украшением, но и источником обогащения воздуха, столь необходимым для каждого человека кислородом. Однако в быту нам достаточно часто приходится сталкиваться с непредсказуемыми ситуациями. Одной из них является транспортировка растений. Вообще следует отметить тот факт, что растения не самым лучшим образом относятся к перемещению. Почему настоятельно рекомендуется держать их исключительно в определенном месте, избегая каких-либо перестановок? Однако, что же делать в том случае, если намечается переезд? Не оставлять же всех своих любимцев в старом месте жительства. Кроме того, даже в случае покупки комнатного растения в магазине, оно также нуждается в утеплении, чтобы можно было донести его до дома. Особенно считается ситуация перевозки комнатных растений именно в зимнее время, которое традиционно считается временем покоя. Так вот, обо всех тонкостях данной процедуры, прежде всего направленной на сохранение здоровья самих растений, и хочется разобраться более подробно и основательно. Начать следует с того, что сами по себе комнатные растения могут выдерживать примерно 15 минут охлаждения без каких-либо серьезных последствий для своего дальнейшего роста и развития. Однако, тем не менее, этой ситуации следует по возможности избегать. Итак, для того, чтобы все же уберечь комнатные растения от воздействия холодного воздуха, следует обязательно запастись картонной коробкой. Причем сама коробка должна полностью соответствовать параметрам самого растения, прежде всего его высоте. Так вот, в зависимости от размеров растений, способ их транспортировки будет различен. Небольшие растения. Для большей надежности следует положить в коробку несколько пластиковых бутылок, не обязательно большую емкость, наполненных горячей водой из-под крана. Затем переходим к непосредственной укладке или установке горшочных растений. Они как раз устанавливаются между бутылками и прокладываются плотной бумагой или газетами. Завершающим этапом является плотное заклеивание коробки при помощи скотча. Высокорослые растения. Понятно, что для высокорослых растений совершенно не подходит первый способ транспортировки. Однако, из этой ситуации есть выход. Следует запастись клеенкой или пленкой, из которой соорудить так называемый мешок, размера которого будут слегка больше размеров самого растения и его кроны. Особенно следует отметить тот факт, что пленка должна быть максимально плотной, не иметь разрывов и дыр, чтобы надежно защитить растения от проникновения внутрь холодного воздуха. Теперь переходим непосредственно к процессу упаковки, которым также не обойтись без скотча или плотной веревки. Горшок ставится на дно мешка, который после этого расправляется до конца кроны и завязывается. Для большей надежности можно обмотать весь мешок веревкой, подобно тому, как обматывают для транспортировки новогодние елки. Для большей надежности можно обмотать растения сверху теплым одеялом, который надолго сохранит тепло внутри. Колючие растения. Отдельного внимания заслуживают колючие растения, например, кактусы. Для того, чтобы обезопасить себя от травматизма, можно воспользоваться маленькой хитростью, а именно надеть на колючки кусок пенопласта, который к тому же прекрасно сохраняет тепло и защищает растения от проникновения холода. Приведенные здесь советы помогут вам без каких-либо проблем и трудностей перевести растения в нужное место, не повредив их. Стоит также отметить тот факт, что за несколько дней до предполагаемой транспортировки необходимо прекратить всяческий полив, подкормку и опрыскивание комнатных растений. Все это необходимо для того, чтобы обезопасить корни от проникновения, что возможно при их излишней увлажненности. В свою очередь, после того, как вы привезете растения в теплое место и извлечете их из упаковки, следует немедленно полить их небольшим количеством воды. Можно даже удобрить, причем вода должна быть обязательно теплой, примерно 30 градусов по Цельсию. Именно это позволит растениям согреться и как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Ну и на этом мы сегодня закончим. Ну а если у вас остались вопросы, или быть может вы хотите поделиться с нами своим личным опытом, то пишите все это в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь, если вы, конечно, еще не подписаны. И вы всегда будете знать все секреты и нюансы выращивания своих зеленых питомцев. Да и не только. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok